Сегодня в Горсовете Абакана началась подготовка к очередной майской сессии. Семь проектов решений из-за её повестки депутаты рассмотрели на заседании комитета по социальным вопросам. В частности, это отчёты об исполнении муниципальных программ за 2022 год и поправки в правила благоустройства Абакана. Они связаны с началом строительного сезона, а конкретно с работами по развитию инженерной инфраструктуры города, которые, как известно, редко обходятся без рытья траншей и повреждения проезжей части улиц и тротуаров. И, соответственно, возникла необходимость внесения в правила благоустройства поправки. И сейчас земляные работы проводятся у нас только без траншейным способом, методом прокола. Но траншейный способ, он также, конечно, разрешается, но только в случае, если не позволяется проводить такие земляные работы методом прокола. Для этого в обосновании, в проектной документации должно быть обосновано, что только таким способом возможно проведение этих работ. И управление коммунального хозяйства и транспорта будет уже давать оценку и выдавать разрешение либо без траншейным, либо траншейным способом. Бестраншейный метод строительства и замены сетей в столице Хакасии активно используется уже почти два десятилетия. Да, он требует определенных затрат. Но при этом компенсируется тем, что не нужно ограничивать движение транспорта на время проведения работ, а после заново асфальтировать участки дорог и тротуаров. Кстати, с этим связана еще одна поправка. Ранее у нас срок для восстановления гарантийных был два года. Но, как показывает практика, в связи с тем, что после двух лет происходит проседание грунта, образуются провалы, и, как следствие, уже некому проводить повторные эти восстановительные работы. В связи с этим у нас увеличен гарантийный срок для восстановительных работ пять лет. При строительстве инженерных сетей асфальт на проезжей части, как правило, вскрывают небольшими участками вдоль или поперек. Если грунт проседает, на этом месте образуется яма или колея. Так что все логично. Пять лет – оптимальный гарантийный срок. Сейчас обе поправки в правила благоустройства Бакана внесены на рассмотрение Горсовета. Окончательное решение депутаты примут 30 мая на очередной сессии.